вот теперь с этой вокруг запорожской аэс электростанции ну понятно значит обвинение в том что украинская страна ее обстреливает мне тоже это как-то выглядит странно они обстреливают но возможно и обстрел страна пережившая страна пережившая чернобыль чернобыль это вы захватили запорожской аэс и теперь значит возмущаетесь что там но там мелькнул и завидел ты в сети или нет какой-то из генералов я конечно видел его имя фамилию но будем осторожны мы к информации относимся петельно значит он якобы выступал перед бойцами сказал что вообще ничего не будет либо русская земля либо мы на хрен все взорвем эту аэс и якобы она вся заминирована атомная электростанция я не знаю это все выглядит так в общем инфернально по-своему если они хотят устроить 2 чернобыль еще там хуже вот как бы ты на это отреагировал вообще можно ли допустить что они просто тупо взорвут атомную электростанцию если на пруд в сау и надо будет наступать я об этом что не выклянчу переговоры это это форма шантажа или мы вам устроим 2 2 супер чернобыль мега чернобыль или давайте садить за стол переговора не выклянчиво переговоры это совершенно очевидно для нас потому что по зерну не получилось но давайте кому переговора давайте сделаем через один шантаж но тоже не получается поэтому здесь под этим нет оснований что они заминировали атомную электростанцию но не могли заминировать ее припасы туда натаскать и я копов открыть и все что хочешь но проблема же не в этом кому от этого легче нет мы поэтому пытаемся понять никому не легче да мы не пойдем на переговоры поэтому как бы все просто понятно легко запомнить эта попытка провалиться то есть ты считаешь они не решатся взорвать атомную станцию хорошо хорошо я правда считаю что там через как это я ожидал от вас чего-то более оригинального мистер холмс помнишь старый советский но что-то такое я ожидал от них что-то более оригинального не выдыхаются по моему так вот с одной стороны граждане пугаются с другой стороны но ядерный шантаж двадцать первом веке не пелевина обчитались лишь что с ними происходит они вообще пелевина любят чтоб ты понял и узков завел к ним и там очень был принимаем я за такой мудак как песков читал я тебя уверяю шанишь друга на этом или пелевина ну да они все там вообще ну то есть ты считаешь что это связанные вещи запорожская с объявлением конечно они прессуют запорожский регион как основной где они больше всего боятся контрнаступление не ферсоне не боятся на запорожском ты создают условия которые должны в случае начала нашего конверноступления создать им рамку по которой они будут дико орать и пугать весь мир ядерной угрозой ядерно становить и иначе мы опасностью до граждан которые посмотрите граждане добровольно изъявили желание присоединиться к российской федерации на ферендуме а украина подавляется водного заявления граждане сейчас про рамку по которой они будут защищаться случае нашего контрнаступного готовится пищать и так далее переговорную рамку тоже заявляют подождите давайте быть разумным и марк мы боимся идиотами